всем привет друзья в общем идеи сегодня были лонговые с утра по причине просто того что ну вчера был очень импульсный лонговый день вот перед этим день который он тоже был ну как бы закрытие лонговое было да у него ну и собственно он остался внутренним баром и такое вот импульсное движение конечно в общем-то располагала думать и рисовать сценарий лонговые причем в общем то там было куда идти ну как минимум 6260 то есть мы должны были сходить по идее тогда по сценарию потому как я видел то есть вот эти отметки вот здесь вот у нас был очень хороший такой объемчик такая прям плиточка лежала конкретная да то есть вот здесь мы ее видимо вчера надолбили вот и собственно после того как вот здесь вот видите отрисовали такую штукенцию мы на открытии и получается что как бы тем самым им мы нарисовали ложняк вот к этому уровню потом заметьте мы стояли здесь утоптывали его утрамбовали этот уровень да и вот был движение такой импульсная да вроде как то есть такой импульс который мог развиться потом все таки еще раз откатили и вот этот импульс я вот здесь вот прям заскочил на как свечка вот это вылетела минутная до мощная я на ней заскочил и по идее по идее здесь конечно после этого должно было быть какое-то развитие но по крайней мере сюда то есть вот здесь ну может быть вполне даже отложнить верхнюю границу этой объемной зоны и только потом мог бы быть какой-то откат или даже разворот но суть в чем суть в том что идея была какова сесть и посмотреть как здесь будет если мы прошьем резко пойдем дальше то ну понятно что скорее всего вероятнее всего ланги сегодня продолжится да и можно будет там посидеть раскидать эти цели и так далее но а по факту получилось совсем все не так как представлялось а по сути на в общем то если смотреть по тем же объемным допустим баром до что я здесь наблюдал в моменте в моменте картинка была такая вот здесь вот мы какие-то объемы рисовали причем объемы такие ну как бы на шорт они да то есть гирлянда набивалась ее тащили вниз гирлянда набивалась ее тащили вниз вот затем резкий прокол наверх этой штуки да ну и собственно памятуя о том что у нас здесь где-то вот этот вот лженичок так называемый на открытии до который вот нарисовался вот этот уровень у нас да и там вот если посмотреть то вот это вот прокол да вот этот вот и дальше от этого уровня и вроде как по ходу движения на развитии встать и посмотреть вот эти 62 60 по крайней мере ну как минимум 62 54 мы должны были ну просто дотронуться хотя бы туда да и просто посмотреть как это будет развиваться потому что здесь вот постояли 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 потом мог бы просто такой прыжок вверх с проколом да вот но ведь ничего этого не произошло и скатились на стоп съехали но все-таки я ждал именно лангов потому что ну вчерашний импульсный день предыдущий день внутренний бар дневной да ну и так далее и все это как-то располагала смотреть в сторону лангов поэтому перри зашел еще раз и еще раз отступила и вот в этот момент когда отступила меня вот здесь вот на этой точке почему я собственно в шорта сразу и реверснулся потому как картинка была следующая вот эта зелененькая зона которую меня внутри красные вы видите вот это то есть получается что вот здесь вот именно когда я вошел на мне вот здесь когда цена стояла был набит объем такой гирляндный да вот и из него выход был вниз вот сюда вот сюда и следующий бар когда открылся мы не смогли выше пройти понимаете то есть мы попытались выше про пройти не смогли и стали заваливаться и как раз там вот минималочка такая была в районе 62 30 вот я ее наблюдал и на проходе этой минималочки на обратном ходу когда мы перед ней бросили объемчик кластерный прокололи эту минималку и закрыли бар вниз да получается то есть как бы такая ну такой шартовый сигнал и в этот момент я просто подумал о чем о том что ну по сути по сути номинально мы условия отката выполнили да вот потому что ну по количеству по размеру там все как бы попадает это трендовая линия у нас поднявки рисуется и все такое остальное прочее кроме того вот этот объем плитка на 6260 которые да вот здесь вот не в низе к сожалению не отображает вот начинаешь график растягиваете исчезает вот здесь вот у меня вот это вот объемная зона шартовая да все это на нас давило и цена просто не смогла туда достать то есть у меня не хватило ни сил ни усилий поэтому шорт и вот здесь я сидел смотрел что будет происходить потому что здесь такой момент значимый но здесь я вам хочу ребята вот о чем сказать что вот если бы если бы мы с вами день открыли без вот этого хвоста и без вот этого гэпа возможно да а как обычно мы его открываем ну то есть открылись бы и начали бы так потихоньку валится 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 вниз бы свалились вот и скажем вот этого хвоста просто бы не было а просто был бы вот такой на обои уровня да то тогда тогда вы при этих условиях вот этот вот вот эта штука бы очень красиво смотрелась бы ложняком очень красиво бы смотрелась ложняком и собственно тогда отсюда можно было бы ждать каких-то интересных лонговых вещей особенно если оглядываться на вчерашний импульсный день да и предыдущий тот день с этим внутренним баром все это лонговых смотрелось то здесь вот мог нарисоваться такой w-образный ложняк вот такой или такой или такой да и потом вот при проходе сюда мы можем эти резко вещи делать то есть вот здесь вот здесь вот пробить и этого уровня снизу она бывает вот зачастую вот таким вот как здесь да или как здесь вот ну такой локальный импульс вроде как мы видим да и он потом начинает развиваться и переходит на какую-то ракетоносную штуку так куда которую мы часто наблюдаем вот поэтому здесь конечно ну повнимательнее нужно было быть и смотреть если бы сюда начали забрасываться нужно конечно было бы выходить без убыток и тогда скорее всего но я не знаю день бы закрылся наверно вот ну минусовым сегодняшний вот и но поскольку ведь я смотрю что здесь мы тестанули опять подбросили каких-то локально объем чек а вот здесь вот набили да и потом от них начинаем оттягиваться потом такая слабая попытка потестить его и провал вниз но другое дело что у меня там цель кстати говоря было 61 56 я ждал вот то есть видите вот сюда вот 61 56 но сильно давят стопы до стопы давят сильно то есть сидеть крайне тяжело со стопами и неважно дм это линии дм а вот поскольку ты все время считаешь у тебя как бы цифры в голове эти бегают и думаешь о том что в принципе но нормально же ты стопы отбил да еще плюс остался день можно нормально закрыть поэтому просто тупо не досидел а так по идее вот если бы хорошо здесь могли пройти это ну как бы одним баром старшего фрейма вот здесь сюда то есть мы же здесь грубо говоря ввалились внутри одного бара старшего фрейма вот это движение если бы она так вот продолжилась например сюда да вот вот такой бар мог бы быть вполне по фрейму то это вполне вероятно а это просто в движение внутри бара да а там может быть все что угодно ну на минутке я имею виду относительно старшего фрейма вот но честно говоря бар тот фрейм который я смотрю от которого я в основном работаю то я просто вижу что вот здесь было закрытие потом откат такой знаете прокол и вот это вот да штука такая а эта штука такая то мог быть заброс сюда на тест вот этой вещи и даже повыше мы могли бы зайти на самом деле то есть там уже вот ну как бы вам сказать вообще непредсказуемо дело в том что могли же сделать вот эту подачу и даже отсюда сходить на 6260 да вот его там ты стануть и только потом показать вот этот 61 56 понимаете в чем дело поэтому конечно ну вот тут каждый сам должен принимать решение какие-то но я вот так вот решил думаю что это будет лучшим вариантом то есть отбив стопы и остаться еще в плюсе 30 к это нормально на весь сайт выйти просто и все но потом когда смотришь и видишь вот такую картину да конечно при взгляде в зеркало ты там видишь такое больше ухо и животное которое смотрит на тебя оттуда да то есть как бы ты видишь просто ослину какую-то вот на такая шутка вот понятное дело но тем не менее а так в целом конечно очень лангово все выглядело со вчерашнего дня кстати говоря вчера еще один трейдик у меня был анговый который видос не вошел вот здесь вот но он же просто просто как бы все это допиливать уже потом как-то я уже не занесен не было ни желания здесь тоже интересная была ситуация комбинашка вот здесь вот на объемах разыгралась вот на этом месте да и собственно отсюда вот еще взял вышел здесь двумя частями одну часть оставил на перехай потому что прям вот он как бы напрашивался визуально да ну уж больно долго стояли я так подумал думаю так день такой отличность только я там забрал вчера думаю да плевать вышел и все и забыл и весь как интересно вот еще раз ваше внимание обращаю на то что насколько часто бывает когда клиринг рвет очень профитный трейд такое ощущение что они специально его придумали чтобы для внутри дневных трейдеров меньше осталось возможности да на то чтобы вытаскивать профит вот там сидишь весь день ждешь 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 до разворот происходит под закрытие вот и после закрытия клиринг после клиринга мы просто открываемся падением вот таким да никогда уже сюда не возвращаемся в течение следующего дня и просто продолжается вот это вот движение поэтому день конечно такое очень достаточно неоднозначный честно говоря я не знаю и не представляю себе как вот ну я раньше допустим торговал price action чистый да то есть я не смотрел не кластера не вот внимание обращал на какие-то объемы и очень редко и мало поглядывал на старшие фреймы и честно говоря вот сейчас просто даже не представлять как это возможно то есть здесь столько моментов которые по-хорошему нужно учитывать это увидите что ну понятное дело что не всегда ты бываешь прав и это просто невозможно и нереально вообще да но конечно вот такой шорт шикарнейший красивый да поэтому если бы вот можно было бы с утра однозначно распознать или хотя бы попозже я проснулся и увидел бы уже вот эту комбинашку разыгрывающийся вот здесь вот шартовую да то просто ланга бы этого не было был бы один шорт если бы был бы один шорт не было бы стопов никаких сегодня да то здесь вот разыграв это все хозяйство можно было сесть и конечно высидеть здесь какую-то вот шикарный красивый профит но вышло как вышло чего что-то поделаешь да дни все разные и не все коту масленицы как говорится поэтому друзья мои вот такая вот сегодня получилась штука чем собственно и хотел с вами поделиться на 7 друзья мои у меня все подписываемся на канал ставим лайки всем удачи добра до новых встреч и пока